спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы керлинг один из самых петербургских видов спорта это ледовая игра но она проходит в помещении так что капризы питерской погоды не страшны она подходит для всех возрастов так что керлингом можно легко заняться после окончания карьеры скажем фигуриста или хоккеиста а этих атлетов в петербурге всегда было очень много керлинг по своей философии похож на бильярд который много лет был главной забавой отдыхающих петербуржцев не удивительно что питерские керлеры десятилетиями задают тон на чемпионатах россии и часто формируют сборную россии в том числе на олимпийских играх к сожалению сейчас российские спортсмены по большей части находятся в международном бане так что не только олимпиады но и чемпионаты европы под запретом для них тем не менее федерации керлинга россии и петербургским организаторам удается проводить турниры даже международные турниры в конце сентября и начале октября в петербургском центре керлинга на именском проспекте состоялся турнир петербургская классика 2022 с участием четырех стран помимо россиян выступили керлеры из казахстана сербии и беларуси составе нескольких команд россии выступили сильнейшие атлеты участники и участницы олимпийских игр красавица чемпионка европы галина арсенькина еще одна европейская чемпионка трехкратный призер чемпионатов мира настоящая звезда женского керлинга алина ковалева участник нашумевшего микста олимпиады 2018 александр крушельницкий и множество других знаменитостей на все свободный вход только приходите и болейте даже флажки для болельщиков раздавали даром трибуна центра керлинга заполнилась и похоже стоит подумать об ее увеличении впрочем об этом любопытном спортивном центре мы еще поговорим подробно в следующем выпуске само собой российские сборные были фаворитами и hd мы завоевали главные призы турнира среди мужчин и женщин мужское золото выиграла команда россия 2 во главе с сергеем глуховым женское золото предсказуемо взяла россия один алина ковалевой громившая соперниц первых хендов в данном случае гораздо важнее было самоучастие ведущих российских спортсменов настоящем полноценном турнире изоляция неизбежно разрушает спортивную форму соперники необходимы для повышения кондиций президент федерации керлинга россии дмитрий свищев который посетил турнир и сам болел на трибунах в беседе с корреспондентом спорт один за днем заявил что некоторые международные федерации регулярно предлагают российским спортсменам сменить спортивное гражданство и выступать за них ну хотя бы временно хотя кто знает однако массового исхода и сборной россии нет и как считает свище в ближайшее время не предвидится российские спортсмены ждут перемены погоды и не спешат менять флаг тем более что в керлинге у нас есть высокая конкуренция на внутреннем уровне и нет жесткой финансовой зависимости от призовых крупнейших турниров как это например бывает в теннисе так что жить можно алина ковалева призналась что летом очень скучала по соревновательной практике и снова почувствовала себя в своей тарелке на петербургском льду до сих пор ее команда боролась за золото каждого турнира а теперь приходится бороться только за шанс поучаствовать турнир проходил в модном сейчас формате театрального освещения это когда подсвечивается игровое поле в данном случае лед как сцена в театре а трибуны как зрительный зал уходят в полное затемнение это сделало керлинг еще более похожим на старый добрый бильярд но конечно игровой стратегии здесь гораздо больше и катать снаряды нужно осторожнее продвинутые освещение и трансляции с разных ракурсов как это было на петербургской классике делают керлинг очень зрелищным видом спорта кстати и петербургские зрители при проявили себя знатоками стрибу сразу аплодировали метким броскам еще до того как камни полностью разлетятся и ахали после неудачных рикошетов петербург полюбил керлинг и это взаимно петербург